Ну, я думаю, общее понятие имеется. Значит, сидеть, 18 пенитенциаров держать. Да у нас, честное слово, ну, что-то надо делать, как там есть, что-то надо делать. И, по крайней мере, не прятаться за спину пенитенциаров. Значит, это мое положение. Я прошу сюда заслушать еще одну, вот если найду. Что по макулатуре? Это по правовой базе. Вот смотрите. Отсутствие эффективной адвокатской защиты – это у всех. Вот сидит господин адвокат, он знает, что его посещение, к примеру, его участие в процессе государственного защитника стоит 200 лет. Что можно от него хотеть? Спасибо, что пришел от всей души, большое спасибо. Вот я могу поверить, я же говорю про свои родовные речи. В то время, как пресс-курент вырос, я посчитала ровно в пять раз. Не напрягать человека, надо не иметь совести. Просто пришел – спасибо Богу. А вот это изучать, я вас уверяю, он это не видел. Не видели? Не видели. Итак, нету эффективной адвокатской защиты, хоть убейте, хоть зарежьте. Дальше. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, принятые на Первом Конгрессе ООН 31 июля 1957 года, вы знаете, ничего общего содержания в пенитенциарах не имеют. Это разбитка по категориям заключенных. Я на предварительном аресте содержалась, я вам говорила, только с уголовными статьями. У нас были конфликты, у меня есть еще такое же количество документов. По конфликтам в камере, результатам которых, если бы не мое спокойствие и сдержанность, была бы так называемая раскрутка, то есть дополнительное уголовное дело. Я еле-еле сдержалась, но удалось. Там себя сберечь удалось. Дальше. Помещения должны располагать, как вам сказать, отдельные камеры и весь предварительный арест. Обратите внимание, в скольких камерах я сидела. А это почему? На каком основании человека? По экономической статье, по гражданскому практически делу, этого не отрицает прокуратура, что такие дела, как мое, должно в гражданском судопроизводстве разбираться, даже если имеет место быть неровности. И держали весь предварительный арест, кидали с камеры в камеру, испытывали на прочность. Дальше. Климатические условия – это то, что касается русских. Но у меня бронхит. У меня инфизема легких, что видно из сертификата. На какой русске я могу находиться, если там сыра, комары. Ветер меняет направление 2-3 раза в день. Я там просто задыхаю, тема клевую внутренность. Ну как так? И таких, как я, там много. Люди по колам. Вода буркутная. Имеют специфический запах. И тут же у тех, кто имеет астму бронхиальную, инфизема легких тут же дает себя знать, начинается аллергия. То есть я там легкие добила себе. Причем туда вытаскивали они ПЭК, реакции 0. И 0 по сегодняшний день. То есть человек, вот вы прочли документ, она мне цитирует исполнительный кодок. Но я читала. И она читала, и я читала. И дальше что? Посмотрите на мой рот. Сейчас хорошо, что маски втянули. Как вы цивилизованы, выделяем. Спасибо Богу. Вот у меня зубы в разобранном состоянии. В 2017 году по рапортам. Есть видеозапись. У меня идеальные зубы были. Оно сохранилось в интернете. Это можно поднять и посмотреть. Я думаю, что вот так вот жаловаться можно до бесконечности. Но это все факты. А это все их подтверждение. Куча макулатуры никому не нужна. Ну хоть как-то где-то что-то двигались. Я не могу сказать, что это не концерт 13. Некоторые вопросы мы закрыли. Там по звонкам, по еде. Что-то люди делают. Это человеческий фактор. Но здоровье мне 60 лет на сегодняшний день. И сижу по гражданскому делу. Срок вы слышали. Отсиженный губ вы видите. Я прошу у суда максимум возможных списаний. Мне нужно лечиться. И лечиться серьезно. А как вы видите, через голодовки лечение за свой счет. Но, как говорят, пенитенциальная администрация хочет невозможного. Мало того. На правду девушка не берется врать. Значит, мало того. Когда меня арестовывали, у меня исчезли все документы, в том числе трудовые книжки. Цены идти на 10 тысяч евро с копейками. Я обращалась. Вся эта переписка отдельно. Инспектора от полиции Балкан сказали, что их детей побокрали. Госпожа Юлия Русу выплатила мне. Дело не в этом. У меня денег нет. Трудовые книжки. Не могут воспроизвести предприятия их перечислено. Услышали ключевое слово трудовые книжки. Средств лечиться за свой счет нету. Ценности так. В инспекторате. Трудовые книжки в инспекторате. Со службы пенитенциара, что могла поднять. Копеечная пенсия. За что? У меня 40 лет старая. 40 лет беспрерывного старая. Похоронены в инспекторате Балка. Что еще со мной надо сопровить? Я думаю, что все это понятно. Мои претензии от руки написаны. Пожалуйста, присоедините к материалам белых. Если не возражает, значит, представитель пенитенциара. Значит, дальше. Последнее, что я хочу сказать. По интересу, по имеющимся мониторингу, мы когда сегодня закончим, представитель пенитенциара так или иначе будет обжаловать, будет недоволен, будет говорить, не удовлетворяя, значит, респинжи и так далее. То есть, такова процедура. Основания у него какие, чем он подтвердил это. Субтитры сделал DimaTorzok. Греба по Микера. Вн Рад и станса, цена путем Изабельная церковь и изабельная церковь, и в период об изучении этой церкви. В основном на базе церковь, в которой Тимофеев был подавлен в 10 лет и 6 лет, и по структуре, и предостав ! И в издательства, мы создали сейчас димитию из реального обороны, и выбрасывание изобилителя, без термин, т.е. что означает, что ситуация в жизни жизни изобилителя явления очень интересной. Многие сгиблилия, в целом, в той же ситуации, в которой обеспеченцы с демокритами который был воплот, который, в мировой и восьми, и, например, в среду, что будет осуждать, что сетево и сетево и будет осуждать, и переседать первое время, и 1,2, по поводу сочинения. Воситаете чувство, как это? Пределяция 50-50, 50-70? Да. Вау, спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...